Добрый вечер в Республике 18.00 и на канале ИР время новостей. С вами Сергей Кочев и Ольга Цхаребова. Добрый вечер в Республике 18.00 и на канале ИР время новостей. ЦИК предлагает внести поправки в закон. В течение года он может выезжать в разные временные сроки за пределы, но в суммарности это должно составлять не более трех месяцев. Ударим по бездорожью. Дорогу к силу Квернетт наконец построят. С любовью к родной природе юные натуралисты республики отмечают свой праздник. Спасатели, новое освещение, зеленая зона. Благоустраивается территория городского озера. Будущее нашего театра в Северо-Осетинском государственном университете начнется набор абитуриентов из Южной Осетии на актерское отделение. Мы их соберем в один день. Приедут преподаватели из Северо-Осетинского государственного университета, которые проведут творческий отбор. ЦИК Республики предлагает дать точное определение термину «ценз оседлости», а также дополнить и другие требования к кандидатам в президенты. Соответствующие поправки в закон избирательная комиссия направила в парламент на рассмотрение и, возможно, утверждение. Роза Тадеева с подробностями. ЦИК Республики предлагает дать точное толкование этой законодательной норме. Согласно существующему в настоящее время закону, для утверждения кандидатов в президенты, гражданин Республики Южная Осетия должен последние 10 лет проживать на территории Республики. ЦИК предлагает в новых поправках конкретизировать, какое время потенциальный кандидат имеет право отсутствовать в Республике, чтобы ценз не был нарушен. По имеющемуся закону в течение одного года кандидат не должен отсутствовать дольше трех месяцев. Такое правило, по мнению начальника контрольно-правового управления парламента Республики Зиты Бесаевой, необходимо, чтобы избежать ситуацию в период выборов 2011 года, когда эту законодательную норму каждый кандидат понимал по-своему и толковал, как ему было выгодно. В законе о выборах президента не было четко прописано преимущественно постоянное проживание в течение 10 лет, и не было толкования, и вообще не предусматривалась расшифровка того, сколько в году имеет право отсутствовать кандидат в Республике. Действительно, в их поправках дается полное объяснение того, сколько должен проживать и сколько отсутствовать кандидат в президенты, являющий нашим гражданином. Четко прописано, что только в течение трех месяцев он имеет право отсутствовать на территории Республики Южная Осетия. И это тоже все суммарно. Это не просто три месяца, а суммарно. То есть в течение года он может выезжать в разные временные сроки за пределы, но в суммарности это должно составлять не более трех месяцев. Еще одна поправка, которую предлагает ЦИК – увеличение количества собираемых подписей, необходимых для выдвижения в кандидаты. До сих пор было достаточно тысячи подписей, но сейчас ЦИК предлагает увеличить их количество до пяти тысяч, что, по мнению ЦИК, позволит выявлять степень авторитарности того или иного кандидата среди избирателей. Депутатам будет о чем поговорить, потому что есть разные мнения, почему не три, а почему пять. Но, в принципе, мы понимаем, что в данном случае пять тысяч – это тоже будет своего рода показателем того, насколько кандидат действительно сможет потом уже при голосовании набрать голосов. То есть отношение населения к этому кандидату, видимо, будет проявлено в данном случае и вот сбором этих подписей. Но я думаю, что этот вопрос будет еще обсуждаться, и я думаю, мы придем к единому мнению. Но пока ЦИК представил топ-ти тысяч. Я думаю, что это можно будет обсудить и прийти к единому мнению. Все партии выскажутся, а мы думаем, примем так, как это надо. ЦИК также предложил дополнить требования к кандидатам декларации о доходах не только самого кандидата, но и членов его семьи. Эти поправки необходимы для усовершенствования законодательной базы республики и унификации нашего законодательства с российскими. По мнению депутата, они своевременны перед президентскими выборами. Эти проекты, это два проекта, это закон об основных гарантиях и закон о выборах, они просто необходимы, они нужны, они своевременные. Мы понимаем, что к выборам, в годы выборов мы не можем вносить изменения, а заблаговременно это надо, просто необходимо. Потому что, чтобы не было того повторения, которое было у нас до этого, мы должны от этого себя оградить. Поэтому на законодательном уровне эти поправки, они просто актуальны и необходимы. Что же касается самой работы ЦИК, которая является временным органом и начинает свою работу перед выборами, предлагается выделить три штатные единицы, которые будут работать постоянно. Это председатель, заместитель и секретарь. Поправками в законопроект также предусматриваются дополнительные функции для ЦИК, члены которой в обязательном порядке вправе присутствовать на съездах политической партии и на конференциях инициативных групп при выдвижении кандидатов в президенты. Все предложенные нормы ЦИК еще должны быть обсуждены и рассмотрены в парламенте республики. В Женеве проходит очередной 36-й раунд международных дискуссий по безопасности в Закавказе. Об этом информационному агентству РЕС сообщил руководитель Юго-Осетинской делегации, полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев. По его словам, вчера состоялись двусторонние консультации в рамках первой рабочей группы, где основное внимание было вновь уделено вопросам неприменения Грузии силы против Южной Осетии и Абхазии и обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Юго-Осетинские участники также отвергли попытки грузинской делегации увязать проводимые работы на территории Южной Осетии по определению на местности линии прохождения госграницы с якобы нарушениями государственного режима госграницы с Грузией. В числе гуманитарных обсуждались вопросы культурного наследия. Юго-Осетинские участники вновь поставили вопрос о возврате Южной Осетии уникальной иконой триптиха, похищенной из Юго-Осетинского музея и ныне находящейся в Грузии. Вновь было обращено внимание на проблему угрозы сохранности остинских историко-культурных памятников на находящихся под контролем Грузии территориях Восточной Осетии, куда не допускается изгнанное оттуда население Осетии, сказал Джоев. Госкомитет информации и печати Южной Осетии организовал пресс-тур для местных журналистов по Дзавскому району. Представители масс-медиа посетили практически все села района, в том числе и отдаленные. Глава администрации Дзавского района Владимир Келехсаев рассказал журналистам о проблемах, которые стоят перед администрацией, и о том, что уже удалось сделать. В наших планах в центре района построить крытый рынок, фитнес-центр, спортивную площадку. Мы сегодня посмотрели объекты, которые имеют социальное значение. Строим мосты, зоны отдыха, дороги. Думаю, что все запланированные на текущий год работы мы завершим к концу года. Полностью материал смотрите в наших следующих выпусках. 2,5 километра новой дороги проложено в село Кверницкий, Вальского района. Проблема бездорожья в сельских регионах по-прежнему актуальна и является приоритетной для руководства. Кверниццы обратились к президенту республики с просьбой содействия в решении вопроса. В таких случаях местным руководителям приходится проявлять оперативность. Как оказалось, это была не единственная проблема, с которой жители села Кверницкий обратились к президенту. В селе нехватка питьевой воды. К прокладке новой дороги приступили сразу же, но из-за плохих погодных условий строительство затянулось. Сегодня все работы уже на стадии завершения. Мы сняли слой грунта, гравировку сделали, планировку дороги сделали, гравировку сделали. И сейчас наша техника там работает. Сегодня была последняя подсыпка. И плюс разравнивает вот этот гравий. Там осталось несколько сот метров. И мы, я думаю, сегодня мы закончили. Полностью решена и проблема подачи питьевой воды в село. После работы проектные группы пришли к единому решению. Вода в село начнет поступать уже через две недели. Единственное, мы трубу уже проложили. Сейчас вот эта подсыпка закончится. И мы приступаем. Мы это тоже в течение недели закончили. Там бетонировать надо, там скарный грунт, который нам мешает. И, я думаю, тоже в течение недели мы будут получать все жители. Жители села Куэрнир поднимали и вопрос дороги в сельское кладбище. Дорога спроектирована таким образом, что она будет проходить около кладбища. Это больше двух, двух, двух с половиной километров. Мы сделали обезболивную дорогу. Значит, с одной стороны подъехали и с другой стороны. Там мы по просьбе этих жителей, мы кладбище тоже провели в дорогу. И как бы круговой этот, сейчас с одной стороны, что дорога будет засыпана снегом, с другой стороны, она будет... Капитально отремонтируют и старую дорогу в село. Проливные дожди, которые идут за последние месяцы, смыли дороги в село Арце и Гром. Связь с селами восстановлена. Зарина Кочева, Регина Черкоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Городское озеро – излюбленное место отдыха от скинвальцев. Накануне во время передачи «Добрый вечер. Осетия» с министром внутренних дел Саром Лавоевым жителей интересовал вопрос безопасности отдыхающих. А сегодня наш корреспондент Елена Газаева проверила, как идет подготовка озера к купальному сезону. Сотрудники ЖКХ администрации города Скинвал готовят городское озеро к отдыху. По предварительной информации, уже на следующей неделе можно будет купаться. Вчера приступили к очистке прилегающей территории, скосу травы и вывозу мусора. Вчера мы начали выравнивание, как я раньше говорил, выравнивание грунта по периметру озера. После чего мы туда завезем красный песок и обсыпку сделаем полностью по периметру этого озера. Я прошу, чтобы наш шлагман очень ломали. Завтра мы опять на нее повесим замок и въезд к частному транспорту туда будет запрещен. Приблизительно со следующей недели там можно будет уже приводить детей, отдыхать и проводить досуг в дневное и вечернее время. Также в планах установить лавочки, урны, а поломанные лавочки будут ремонтировать. Планируется организация постоянного дежурства двух спасателей. Главным условием начала купального сезона является соответствие воды в озере с санитарным нормам. Решение за санитарными службами. В Северо-Остинском государственном университете в этом году начнется набор абитурентов на факультет искусства, актерское отделение. Это единственная надежда для нашего театра пополнить труппу молодыми перспективными актерами. Репортаж Дзерасы Кузаевой. Открытие государственного драматического театра с нетерпением ждут в нашей республике. Уже в этом году завершатся все строительные работы, состоятся открытия театра. Но на сегодняшний день одним из важных вопросов и проблем остается нехватка молодых кадров. Проблему необходимо решать в кратчайшие сроки. В этом году объявлен набор на прием абитурентов в Северо-Остинский государственный университет на факультет искусства, актерское отделение. Все выпускники, а также лица не старше 25 лет, желающие стать новыми звездами юго-стинской сцены, могут попробовать пройти творческий конкурс. Заявления уже принимаются в здании СОФПОФа. Потому что из всех тех числа, которые принесут нам свои данные в виде заявления, которым они укажут свой телефон, домашний адрес, мы их соберем в один день. Приедут преподаватели из Северо-Остинского государственного университета, которые проведут творческий отбор. И те счастливчики, которые попадут уже в число абитурентов и студентов университета, они будут уже сдавать экзамены, которые просто уже определяют их места в университете. Последний выпуск молодых актеров состоялся три года назад. В нашу республику вернулся лишь один актер. А между тем новые спектакли невозможно поставить без новых актеров. Как ни парадоксально, очень сложно сегодня поставить, например, Ромео и Джулету, Шекспира, в связи с отсутствием, опять же, и Джулеты, и Ромео. И мы должны это прекрасно для себя понимать, что сегодня спектакль не ставится ради спектакля, а ставится спектакль на артиста. Если у нас артист, который может исполнить эту роль, то мы согласны и мы даже с удовольствием эту работу начнем делать. Творческий конкурс будет проходить в Цхимвале. Будущим актерам предстоит показать свое мастерство в чтении стихотворения, басне, прозе, а также в пении и танце. Обязательное условие выступления должно быть на родном осетинском языке. Номера в национальном колорите. Здравствуйте, Кузаева, Завра Устаев. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня день юных натуралистов. Праздник отметили и у нас в республике. На станции юных натуралистов подготовили интересную программу. Алена Устаева с подробностями. Натуралист – это человек, исследующий, изучающий природу, мир животных и растений, царство полезных ископаемых. Первые юнаты в Южной Осетии появились в середине 50-х годов. Тогдашние школьники занимались наблюдением за нашей прекрасной природой, ее изучением и охраной. Ко дню юного натуралиста сотрудники Республиканской станции юных натуралистов подготовили интересные доклады. Директор станции юных натуралистов Ельбек Маргиев представил интересную информацию за рождение в нашей республике юнацкого движения, о условиях, в которых им приходилось работать, и развитие юнацкого движения. В Советском Союзе движение юных натуралистов появилось в 20-х годах 20-го века. Это движение у нас стало развиваться. И прежде всего это связано с прекрасной природой. Многим было интересно узнать и изучить природу родного края. Вспоминали тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие в нашей республике юнацкого движения. Среди них первый директор станции юных натуралистов Рива Сланов. Именно при нем было открыто здание станции юных натуралистов. На сегодняшний день в станции юных натуралистов работает 30 человек, а кружков 48. В их числе юный турист, юный эколог, юный зоолог, народное ремесло и многое другое. В каждом кружке по 10-12 детей. В зооуголке станции юных натуралистов – зайцы, японские куры, морские сфинки, попугаи. В станции юных натуралистов на разные кружки ходят больше 300 детей. Преподаватели своих воспитанников часто возят на экскурсии, а также учат их, как обращаться с животными и растениями, а также как беречь природу родного края. Несмотря на то, что в здании нет необходимых условий для проведения занятий, работа не останавливается. Нет отопительной системы, поэтому приходится обогревать помещение печками. Своими силами сотрудники провели косметический ремонт. Мы испытываем проблемы, и одна из них – отсутствие отопительной системы. Особо сложно приходится в зимний период. Также наш автотранспорт нуждается в ремонте. Правительство республики нам пообещало помочь в решении этих проблем. И мы ждём. Деятельность станции очень важна. Любовь к природе, к родному краю, к охране окружающей среды надо прививать детям с малых лет. Делается это в основном за счёт энтузиазма сотрудников станции. Алюна Алтайва, Алим БТФ, информационный выпуск «Сегодня». Одно из главных святилищ осетин, возникшее по преданию на месте, где Бог обронил слезу, – святилище Рекум. Праздник Рекума отмечается в эту субботу, 18 июня. У жителей Южной Осетии есть возможность принять участие в празднествах. В субботу в 9 часов утра автобусы будут ждать на театральной площади. Для того, чтобы встречать наш религиозный праздник как положено, чтобы мы продолжали дело и обычаи своих предков, мы должны посещать святилище. В субботу в 9 часов утра у всех будет возможность поехать в святилище Рекум и помолиться. Автобусы будут ждать на театральной площади. Все обязательно должны быть в светлой одежде и без спиртных напитков. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами были Сергей Кочев и Ольга Схаривова. Всего доброго.